здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас Volkswagen B5 2.0 дизель друзья будем менять вот это подушки сейчас достану подрамник полностью чтобы достать подрамник друзья раз-два болты показывай дальше не покажу раз-два откручиваем вот это хрен отсюда с коробки потом вот болты сколько раз два три 4 5 6 тут 6 и плюс 1 2 8 9 когда снимем подрамник отсоединим отсюда этот рычаг потому что под пресс сувать этот слишком длинный будем открутить этого потом у нас держит втулки стабилизатора две штуки втулки стабилизатора две штуки вот это держит рулевое раз и рулевой держит и здесь откручиваем и тут откручиваем и у нас через этот отверстие друзья наверху тоже болтик ну и вот на 18 микси полностью подрамник сниму дальше покажу вам вот друзья мои снимал ну все здесь жгут проводов идет держится на одном болту и так все снимается у нас подрамник алюминиевый будем менять пока запчасти нет и закажу порвались здесь тоже стукает сильно мотор все три подушки поменяю это покажу вам конечно вот обойма здесь пластмассовые текстолитовая или чем-то какой-то другой материал не металлический ну все вот она проходит отсюда вот так снимается друзья показывая снизу столько сам стабилизатор висит здесь друзья если необходимо можете менять если нет не трогайте лучше она в хорошем состоянии не что трогать рулевой висит вот на стойке висит и все обычно вот так вроде сложного здесь ничего нету я не снимаю никогда рулевой если что можно фишки отсоединить и все снимать и там для себя метку поставили и все дальше покажу друзья потом сверху где воздушный фильтр здесь мелочи в дохрена это не показывай конечно все это пластмасса мне есть на видео если что уже все этот пластмасса надо снимать такая ощущение без шестой сделано все из пластмасса дохрена чего надо разобрать пластмасса имею ввиду добраться до подушки у нас идет все проводов аккуратненько с ними если что подушка находится здесь потом с той стороны тоже надо из интеркулера достать трубку чтобы не мешало вот подушка у нас все требуемые 5 еще друзья заказ был чтобы я снимал стартер находится стартер где теплообменник прямо рядом здесь фильтр для коробки теплообменник и стартер находится здесь вот фишка закручивается и полфей вот здесь друзья мои и открутим и проверим тоже мужики еще разобрал амортизатор тоже стойки будем менять установку покажу отсюда еле-еле вытяжел его друзья скорее всего он работает вот через раз можно сказать вот нажимаем поднимается вроде вроде и все останавливается вот так еле-еле но полу рабочий будем менять их тоже надо три дня ждать чтобы она полностью поднялся потом что сейчас идем подрамник почистим лазерной чисткой и возможно рычаг тоже почишу только аккуратно когда чистый соленблоки хорошем состоянии чтобы не нагреть их потому что когда чистим лазером деталь кроется туда не патрону когда буду чистить только рычаг ну или быстро можно пройти положил ее на пенек друзья и все же сходим его чистить и потом уже выдавлю все этот херме сниму она снимается легко прессовать чуть-чуть тяжеловато потому что пластмассовая обойма когда немножко феном нагрели и отвертку сунули сбоку блин она легко выходит так что сейчас камеру устанавливаем все это грязь говно отсюда чистим будет как новый подрамник алюминиевый посмотрите посмотрите хорошо в каком состоянии потом будет в каком состоянии уже сами вы увидите вот иногда спрашивает говорит детали чем чистишь вы сами своими глазами сейчас увидите чем чешу друзья мои у меня здесь накрыто друзья накрываю когда пользую я открываю и все здесь сейчас покажу это моя красавица здесь вот пыль пыль экранчик грязный уже стало надо чистить так что кто видел знает сейчас воздух подсоединю сразу два-три атмосфера даем и все достаточно и включаем все это друзья друзья воздух подсоединил подсоединил вот это оранжевый хрень и сейчас будем включать зайдешь из автомата включая потому что его не видно большая включил автомат и лазер пока не трогаем включаем и все пошла загрузка надо чистить чуть-чуть какой-то грязь падает и все пошла жара у нас сейчас стоит на сварке переходим на режим чистки 0 0 0 есть все у нас стоит мощность лазера 60 у нас металл там толстый так что если там тоненький металл делаете можно спали ниже 70 миллиметров стоить ширина до 80 3500 чистота скважина 100 процентов пока их не трогаем друзья вот эти включаем все пока эта кнопка не нажимаем пока пусть приходит на свой режим сейчас откроем у нас полный прибамбался насос скачает сейчас будет на свой режиме и потом уже будем включать лазер антифриз всегда без ровно вода перемешка там 30 процента антифриза остальные все и стройная вода каждые три месяца надо менять два три месяца смотря как пользуетесь пока пусть будут и начнем пока варить не умею это тоже но не взялся за это дело этого тоже сделаем и все ждем пока греется друзья погода немножко дождливая так что извините внутри помещения это невозможно делать там надо домоход я не знаю блин вентиляторы разные ерунда это уже однобой души и посмотрите и очки обязательно одеваем необычные который солнечные что-нибудь такие вроде она темная ну лучше себе купить и хорошие потому что это чуть-чуть темно практически ничего не видно 100 лет друзья и пошли так и будет подрамник у нас блестеть ну грязное место допустим попробуем сразу сильно грязный вот блеск когда метал толстый можно руками трогать а когда тоненькие хрем вы потронете туда вот смотря какой мощность из какого расстояния где-то я держу блин метр и ближе можно руку держать дальше держать вот так то у нас погода хреновая дождик капает это солнце хер поймешь ну пока возможность есть чешу попозже будет блестеть наш подрамник а а а а а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Вот если пнюк хотите жарить, жарить моментально. И шашлык можно жарить даже. Если захотите, конечно. Здесь сильно грязно, а ржавчину даже держать не надо. Один раз прошли, все, готово. Все, вот кайф полный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 седьмой посмотрите друзья камеру взял в руку и смотрим сюда смотрите и сюда смотрите просто через очки плохо видно пропускаешь надо хамелеон какой-то такого взять ваша будет идеально сильно нельзя держать если в одном только что сделали уже здесь тоньше рука горит можно трогать но тут держать невозможно кайфуем общем кайфуем по полной программе но как вам подрамник друзья мои как новенький прямо из моего завода но полный кайф красота я сильно не старался друзья если сильно делать она будет просто блин как зеркало умирать все полный кайф все 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 так что дружбаный сейчас рычаги тоже почистим потом уже подушки поменяем подушка пока нет конечно жду скоро приедет супер-пупер друзья сейчас время рычага здесь сильно не старайтесь потому что нагрейте соленблок их она будет она в хорошем состоянии вроде они хранами хорошем состоянии надо заказать я видел нормально не смотрел так что замена соленблока тоже порвана порвана я не видел его сейчас этого тоже закажу так что вот так друзья в таком состоянии грязно и будем заказать их тоже тоже поменяем так что друзья соленблоки будем менять так что здесь уже нечего бояться поехали вперед я специальный диск ставил потому что когда попадаю на пенек и оттуда нагар грязный бывает поэтому вот диск как раз здесь есть старый пройду пару раз посмотрите ржавчину как убирает быстро сейчас сейчас очки оденем и вперед красота красота Видите, да? Как чистить? Насчет ржавчины Ржавчина исчезла Куда Богу известно только Вот, друзья, хоть приятно будет работать Дал новый рычажок Будем соленблоки менять Я внутренне заказал, альминий не заказал Вот это Бандор Буду прессовать туда Так что полный кайф Смотрите, кайфуйте Здесь кто-то уже был Хорошенько туда ударили чем-то Ну дебилы, что сказать Здесь же альминий, блин Здесь надо быть аккуратным Вот Полный кайф Это вот резинки Когда резина горит Блин, вот такие нагары появляются А так все чисто Мужики, мужики И после чистки У нас что? Снимаем соленблоки Соленблоки, друзья мои Если хотите, чтобы быстро Чтобы это хрен вышло Берите, срежьте вот эту резинку Она легко режется Немножко еще держала, по кругу резала Если хотите Если нет, это уже посмотрите Я вам показываю Кто знает, знает, кто не знает Пусть узнает Так легко выходит Так легко выходит Вложим У меня там разные насадки, друзья По-разному сделаны Под разные рычаги Я их практически Не покупаю Все сам делаю Но что не умеет делать Придется Покупать Насадки Эта поршина Тормозная Их половина Все Ложим сюда И Кайфуем Я из этого работы Получаю кайф Хочу Вы тоже получили кайф Все Берем палочку И Вперед Чик Чик Но Если бы Эту резинку Срезали бы По кругу Да Была бы вообще Легко Она легко А то Насадка может Не дать Она же Когда нажимаете Собирается На эту хрень Как называется Держит Вот Этого И плохо Идет В таком случае Может Треснуть Вот Это Рычаг Из Альминии Сделано Вот Нажал Вы сами видите Я вам Стараюсь Показать Подробно Чтобы Ввой Поилы Вывед И зажал Она уже Утоплен Вот Когда зажимаем Эта резинка Собирается А сейчас Посмотрите Когда Буду Вот Эту Перчатку Сниму Ненавижу Перчатку Конечно Но Иногда Приходится Одевать Руку Аккуратно Друзья Вот И все Одно Держите И по кругу Вот Вот Так Легко Рыжится Если Рыжится Нож В воду И Все Получайте Кайф Не Не Отдоволь Конечно Аккуратно Аккуратно Вот Так Сюда Вперед Вставляем Сюда Смотрите Пару Раз Пошла жара Легко Легко А то В некоторых местах Смотрю Там Молоком Я не знаю Чем Блин Вы что Издеваетесь Или что Если С такими работами Вы занимаетесь Сделайте себе Условию Какой-то Занимайтесь Как Положено Вот Легко И Вышло Ну Обратно Конечно Новый Установился Не Рыжим Конечно Это понятно Ну Надо будет Смазывать Мыльной водой Смазкой Смазка Можно Туда Без Повреждения Без Ничего Все Бомбочка Обратно Здесь Почистите Хорошенько Сейчас Снимем Большой Обратите Внимание Друзья Держу Рычаг Вот Где вниз идет Вот эта часть Ровно с этой части идет Немножко Вот видите Криво Но этот Под нагрузки Постоянно на машину была В самом деле Идет Ровно с этой У нас внутри Видите Внутренней части Есть Место В Которое Ровно Должно совпасть С этой Репро Квадрат Остается Внутрь Вот Это часть Вот Показываю Сюда С этой Вот так Если хотите Для себя Установите метку без проблем. Вот выглядит так. Сейчас убираем их. Раз убрали в сторону, два убрали в сторону. Это тоже убираем. Для разных нужны бывают, друзья. Поэтому у меня их разные. Пришли на другой. Ну, это зависит от рычага какой. Там бывает по-разному. Раз. Два. Можно установить. И где у нас рычажок. Одеваем. Вставляем сюда. Здесь большие усилия нету. Не бойтесь. Дорогие друзья. Это соленблок или рычаг легко выходит. Сейчас снимаем в первую очередь рычага под соленблок. И потом выписываем сам соленблок. Вам надо будет, конечно, разные насадки. Разные машины, разные насадки. Сосело. И посмотрите. Пошла жара. Все. Рычаг вышло, друзья мои. Почистим здесь тоже, конечно. Вот видите, у нас сделано как шестигранник, чтобы некоторые бараны не перепутывали. Соленблок. Видели, да? Вот так легко и быстро. Молоток. Я не знаю. Кувалда. Каждый что-то берет, блин. Вот так, друзья мои. Вот у нас соленблок. Задавливаем. Вот отсюда, где рычаг видно было, задавил. Оттуда же. Отсюда у вас не получится. Здесь шире, чем здесь. Так что устанавливаем. Здесь большие усилия нету. Если есть насадка, оставляем снизу круглые. Если нету, у меня их валом. Показываю. А вдруг у вас этого времени нету. Все. Ровняем. И... Пум. Сюда. Ровно. Потом что делаем. Потом будем качать и кайфовать. Чуть-чуть отпушу. Подрамник тоже покажу. Если захотите, конечно. Я знаю. Хотите-хотите. Вставляем. Еще можно ставить. Да, сколько угодно можно ставить. И все. Вот так. Дружбаны. Вставили. Поехали. Это пресс у меня давит 50 тонн. Ему похуй. Что давить. А если больше, то поставим. Давай руку засуну снизу, чтобы не упало. Бум. Бум. Это полный кайф. Все готово. В сторону. В сторону. В сторону. В руку не надо. Вот такой хрен. Снимаем. Вот видите? Как стаканчик. Вот. Поэтому в одну сторону и прусуется, и снимается. Все пока ставим сюда. Вот. Какая-то есть повреждения внутри. Нет. Все чики-пики. Вот так. А то берете. Молотком бьете. Чем бьете? После вас, блин. Блин. Я не вас. Некоторые рычаги, в общем, выбрасываю. Вот с этой вместе тоже продается. Ну, дороже стоит. Ну, клиент как хочет. Если клиент без разницы. Говорит, как тебе нравится, так и купи. А я с Олимблок заказал отдельно. Вот это кусок металл. Придется за него тоже платить. Бабло до хрена. Так что у нас что в очереди? Подрамник. Друзья мои. Это гильза. Встанавливаем подрамник. Прямо сюда. Поставил насадка. Это от помпы. Все. Кидаем сюда. Ровняем. Главное, чтобы ровно было и все. Насадка меньше должно быть, чем подушка. Чтобы не застряла там. Все. Пару раз. Зажму руками. И попробуем. Протонный. А если у вас пресси нету, можете феном нагреть. Друзья, это обойма ерунда. Выходит легко. Нажалый и попробую качать. Посмотрим. Друзья, сейчас у нас давление. Оба подушки одновременно снимаю. Давление где-то 2 тонна. Вот я наверху смотрю. Вам тоже покажу. Вот. 2 тонна. Не больше. Так что. Она там сильно не держится. Главное, чтобы гильза не застряла. Эта подушка. Практически чуть больше, чем подушка. Засвешивали. Оп. Все, упираемся. Не хватило нам хода. Потому что это ерунда. Упирается. Подниму что-нибудь на него кину. Вообще ерунда осталась. Практически чуть-чуть. Можно что-то кинуть туда. Вот насадка, допустим, тормозная. Один, по-моему, уже упал. Дальше. Все, поехали. Все, братаны. Никакого молотка, топора. Я не знаю, что-нибудь такие. Подрамник в сторону. Гильз в сторону. Насадку в сторону. Другую насадку. Присовать тоже с этой будем. Вот у нас подушки. Оба снята. Вот отсюда это хрем приходит. Коробка держит. Вот такие, друзья. Вверхную с нижной. Не перепутывайте. Нижной без резьбы. А вверхной с резьбой. Она идет, вот видите, с резьбой. Вот. Они должны четко между собой присылаться вот так. Потому что, если чуть-чуть сюда, и не получится. Или наоборот, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, тоже ни хрена у вас не получится. Вот это квадрат. Вот это хрен. Вот это. Как раз подушка должна попасть с этой. Один сверху, и второй снизу. Ну, конечно, вот видите, это белая хрена. Вот это все изнутри надо чистить. Металлические шуточки берем, чистим, смазываем, и будем устанавливать. Покажу установку тоже, как устанавливается. Одновременно два не будем установить. Один снизу, один сверху. Это тоже вам покажу подробно. Вот. Почучит показываю каждого, как это делается. А то сильно... Постоянный двигатель-двигатель. А сейчас ходовой. Это, извините, начало ролика вам я сказал B5. Извините, конечно, B6. Какой B5? B5, немного рычажка ваша-то. Вот так, братаны. Снята. Вот эта белая хрена. Как закистить. Или что это за хрень? Как называется, я не знаю. Белая такая. Надо чистить ее. Заводские установлены. Машина 2006 года. Вот эта хрень. Вот пластмасска. Я не знаю, что это за материал, но пластмассовый. Не этот... Как называется? Не металлический. Металлический, друзья, когда задавливаете, все, она идет нормально. И это немножко тяжеловато. Почему? Потому что этот... Она встает как бочка. Когда задавливаете сверху, саленблоки тем более большие, которые есть и широкие. Вот такие. Вот тогда уже тяжеловато. Это низкая. Бочка не получится. Так что кайфуем. Пока запчасти жду, друзья. Разбирал все этот хрень. Стартер тоже. Ничего такого не обнаружил. Чтобы была сломанной, пломанной. Просто прилипало плохо. Казань тоже попросил, чтобы я этого сделал. Только вот это не снимал. Здесь пробочка стоит. Еле-еле достал его, конечно. Потом почишу. Плоскогубцем держал, снимал. Она заходит. Здесь выемка. Вот здесь у меня такой шайбы нет. Шайбочка там стоит специальный выпуслый. Такие. Они устанавливаются. Если сниму, попортится. И потом не найду. Поэтому не трогай. Сейчас сюда масло. И зажму. И попробую, чтобы она вышла отсюда. Посмотрим, что покажет нам. Собираем потихоньку. Смазку пользую. Вот такие. Собираем потихоньку. Красное именно для подшипников, друзья. Каждый по чуть-чуть показываю. И посмотрите. Кайфуйте. Индийский фильм общем. Вот по драмнику до стартера. Стартера не знаю куда. В общем, прыгаем. Все, что вачим. Кайфуем. Ну, попробуешь освежать его, зажимать. Интересно, пойдет ли вниз. Под давление или... Вот так. Ну, руку мою толкает, конечно. Конечно, удержать его очень тяжело. О, пошло. Отлично. Слишком уберем. Излишки уберем, почистим, конечно. Просто пробку не хочу закрывать и нажимать на него. Руками держать тяжело, конечно. Пробку закрою, смазка много остается там. Нажал и попробуем. Ох. О, пошло. Все. Излишки сейчас уберем отсюда. Положим сюда. Сюда все равно смазка нам нужна. Вот так и вот так. Нам надо мастерная пленка оттуда. Хорошая. Вот кайф полный. Вот так. Качайте, вспоминайте свое детство. И кайфуйте. Все, бомбочка. Вот и здесь пробочку сейчас закроем, друзья. Пару раз поколаду молотком, потом я почишу его, чтобы было ровно. Еще там есть шайбочка внутри. Не забывайте установить. Попробуем. Попробуем. Все. Сайты разобрались. Берем смазку. Ложим чуть-чуть сюда. Два. И три. А вдруг разобрали. Так что здесь без разницы какой стороной положите сюда. Вот так и пук. Попробуем почистить. Здесь иголочные подшипники есть внутри тоже. И одеваем. Попробуем почистить. Попробуем почистить. Полный кайф. Попробуем почистить. Сильно много не ложите. Все. Сайты разобрались. Пока в сторону ложим. Здесь тоже почишу якорь. Якорь как я чишу. Одеваю на шерповерт. Друзья. Все. Вот так. И тряпочные. Наждачка тряпочные. Блестеть. Вот так и должно быть. С этой разобрались. Там много не надо пройти. Самое главное. Самое главное. Вот эти. Между ними. Вот этот. Попадает грязь. Сюда. Вот. Их надо чистить. Чтобы не замыкали. Они бывают такие. Стружки. Разные ерунда. Попадают сюда. Между ними должно быть все чисто. Потом друзья. Крышечку. Она в одном положении сидит. И все. Устанавливаем сюда. Сейчас найдем ее положение. Вот так. Все. Это готово. Все. Есть. 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 У нас здесь есть иголочный подшипник. Друзья. Который вот этот хрем проходит отсюда. Проходит и крутится здесь. Вытягиваешь бендикс. Так что смазывать надо обязательно. И раздавливаем пальцем между подшипником, чтобы вошло туда масло. Я их промал. Все старое масло отсюда прям прилипает. Который хрен его знает что. Видите? Смазка все заходит в подшипник. Все задавили внутрь. Одеваем вилочку. Все. Вилка готов. С этой херней вместе будем установить в корпус. Потом вы его не одените. И не снимите. Пока не достанете вот это. Вот так можно его потихоньку установить на место. Все вот так будем установить. Вот здесь, друзья. Его есть тоже посадочное место. По-другому не установите. Допустим, надо смотреть. Точно попасть сюда на место. Вот видите? Здесь раз и два. Здесь тоже такие же устанавливаемые. И все, третий тоже здесь есть, допустим. Перед тем, где его установить. Перед тем, где у нас резиновая. Чтобы пыль, кряс, ничего не попало. Вот видите? И будем устанавливать. Здесь отверстие. Там выступ. И будем вот так ложить сюда. И сюда. Не, не так. Переверну. Вот так. И вот так. Посадили. Посадили. Это означает, что все чики-пики будет. Смазку обрежем. Все. Тягуешь и будет тянуть его. И будет все бомба. Здесь тоже промывал, почистил. Внутри все блестит. Друзья, когда устанавливаете, она магничит. Так что аккуратно. Когда будете пустоть через него, вы видите, держится. И все. Вот так. Вот так. Вот так. все ля-ля это я собрал друзья шоточки здесь есть это головку одел никогда одели и достану головочку смотрел в каком состоянии когда снимаете они разбираются все и потом одевайте какой-нибудь подходящий неважно головка или что-нибудь пластмассовый и после этого легче установить сейчас потихонечку где у нашим нижнюю часть вот пускаем намагничать ну блин поднялся и вот так друзья потихоньку надо его сейчас посадить или вот этого может убрать сначала посадить вот это хрень здесь тоже есть насечки внутри такие надо точно посадить потому что чуть-чуть туда и сюда не сядет на место подходящий место находимся и можем сюда посмотрим как она должна зайти четко должен сесть это здесь должно быть сейчас найду нашел друзья твою мать только что же было все полностью касался вниз и сможем его туда и аккуратно магничать поэтому и тянет сейчас главное 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 вот это будем устанавливать ложим суда и толкаем внутрь и головку достаем выжимку установим и вот так друзья мои все вот так и закручиваем тремя болтами смажу иногда бывает закисает это хрен очень плохо откручивается а то не смазал почему потому что сначала держит ли мне потом откручивая сначала и закручиваю звездочки здесь друзья на 25 потом уже зажмем нормально вот это тоже надо будет смазать и сейчас аккуратненько с этой резинкой здесь тоже выемка так и потихонечку попробуем его но видеть легко все делается все посадили и закручиваем 6 болтик и галечка отлично сейчас можем установить крышечку друзья немножко надо смазка все представляем так потому что и здесь закрутиться вот так у него своя посадочное место должно быть и все вот так вот так дальше покажу вам что надо делать немножко смазка здесь особенно резьбу надо смазать потому что вот эта хрень иногда даже ломается кто разбирал знает закисаете все вальмини вот так и можем закрутить Вот. Пока не сильно, потому что вот этот может не попасть маленький. Где у нас болты, вот, маленькие болты, эсаморезы можно сказать, где второй, вот здесь, раз и два. И можно закрутить две штуки. Это держит по-народному шоколадку. Вот, раз и два. И зажимаем все. Дальше, что делаем, друзья? Берем вот этот. Чуть-чуть поднимаем наверх. Подняли. Шайбочка. Раз. И полукольца, скажем. И заблокируем ее. И все. Потом берем крышечку. Смазку вложим сюда. Чтобы втулка смазался. Туда много не надо. Извините, вот это болты, я забыл. Надо с крышкой вместе закрутить. Вот как прикладка, скажем. Вот так. И вот этот шанс откручу. С крышкой вместе закручу. С этой закончим. Все, есть. Вот протоны. Стартер готова. Закручивается двумя болтами. Пойдем, покажу вам. Вот, друзья мои. Посадочное место стартера. И она легко снимается. Одной рукой, конечно, тяжело будет мне это все показать вам. И, конечно, тяжело будет. Вот и сюда устанавливается. Вот. Закручивается двумя болтами. Но болты обязательно смазывайте. Обязательно. Для меня запчасти, друзья. Нежные для подрамника. Круглый по свагу заказал. Номер. Посмотрите. Сейчас посмотрим, какой из них верхний, какой нежный. С резьбой. Это верхний, друзья. Без резьбы. Нежный. Верхний ваккод. Нижний ваккод. Вот этот хрен тоже заказал. Хозяин так хотел. Заказали по свагу. Номер. 30, 93, 83, 99. Это у нас правая подушка. 30, 93, 19, 78. Это у нас левая. Где коробку держит? 32, 92, 29, 34. Маленький. И все по свагу. Все по свагу, друзья. Идем сначала устанавливаем вот это два. На подрамник. Внутречистил, друзья. Сколько возможно. Столько и чистил. Сейчас будем смазывать смазкой. И вперед. Вот такую смазку я пользуюсь. Если кому-то интересно. Там много не нужно. Главное было, чтобы скользко. И все. Можно смазать везде. Вот, друзья. Подрамник установил. Вот это хрень. Должен с этой попасть. Ровно. И устанавливаем ровно. Не туда, не сюда. Точно. Насадка. И задавливаем. Задавливаем, друзья. Аккуратненько. Но может тянуть туда. Потому что здесь бывает как бочкообразное. Так что очень аккуратно. Он может его раздавить. В таком случае. Чуть-чуть пропускаем. Насадку вперед. Сюда. Чтобы он мог давить. Там побольше. Вот видите. Задняя часть идет. Перед ней касается. Вот эта часть. Вот эта часть. Как бы плюшится. И касается она. Борт. Поэтому его раздавливает. Здесь надо быть очень аккуратным. Я в таком случае что делаю? Насадку убирают прямо. Пресс давлю. Вот сюда. Главный. Вот это вошел. И все. Тогда уже легко все идет. А металлический так не бывает. Металлическим. Металлическими блоками легче работать. Чем с этой херней. Ну понял, да? Есть. Друзья. Делаем так, чтобы она не выглядела отсюда. Все, я думаю. Друзья, посадили. Видите, здесь даже точка есть с этой. И все. Бомбочка. Сейчас устанавливаем верхний. Когда переворачиваем, это остается наверху. Поэтому и считается верхний. Друзья, показываю с резьбы верхний. Тоже будем устанавливаем. Вот смотрите. Прежде чем установить, чтобы легче было, не мучало вас. Берем под углом вот эту часть внутренней. Чуть-чуть чистим, чтобы был конус. Здесь есть. Вот. Мало. Будете мучиться. Я вам сразу говорю. Вот, друзья. Если вам видно, видите. Чуть-чуть конус побольше сделал. Все, больше нигде не надо трогать. Остальные легко пойдет. Вот, друзья. Вот видите, это зазор. Вот как раз сейчас он упирается сюда. И касается. Если будете давить, сломайте. Поэтому надо конус сделать. Если вдруг не идет, не идет. Может и хомутом обжать. Это раз. Или отверткой сюда задавить. И чуть-чуть. Все. Пока вот видите, зазор оставил, чтобы вам показать. Все есть. Друзья. И готово. Вот, друзья. Готово. Готово. Все. Такого тяжелого здесь ничего нет. Только аккуратно. За пластмассом. Вот это за хрень. Чуть-чуть она бочкообразно бывает и все. А так все легко на заходит. Друзья, еще заказал опору с подшипником на месте. Подшипником. Вот, в месте. Вот, выглядит так. И номер. Можете смотреть. Они одинаковые. Одинаковые, друзья. Стрелки видите. Это по бокам. А то вперед машина смотрит. Вот эта часть. Заказал масляный фильтр. Если номера вам не интересны, просто показывай. Топливный фильтр номера. Всемановский. Тоже свак заказал стойки стабилизатора. 32,92, 41,22. Оба одинаковые. Левый, правый там нет. Заливаю масло 5w30. Цитры видите, да? SNSF. Вот такие масла заливаю. И заказал. Передням амортизаторы. Две штуки. Друзья, Бёртштейн. Вот. Номер. Номер. Две штуки. Еще даже не открывал. Тоже будем менять. О! Все будет бомбочка. Друзья, перед тем, остановить. Надо давить. О! Вот это амортизатор. А то старый, блин, давишь. Три дня надо ждать, чтобы она может... О! До конца. Фух. Пошла. О! Есть. Еще раз попробую. Это обязательно надо делать. Твою мать. Есть. Друзья, есть. Шайбочка у нас. Дальше покажу. Подшипник. Пыльник. Оставим старый. Одеваемся сюда, друзья. Чтобы было ровно. Вот. Все. Она здесь держится. Все есть. Потом. Вот. отбойник тоже останется старый. Все. Вот так. Она здесь держится. Все это прибамбасы остаются здесь. Грубо говоря. Вот так. Понял. Это после пружины уже. Пружины я довел. Сейчас будем устанавливать аккуратно. И все. Вот так. Братаны. Вот так. Вот так. Сейчас оденем сюда. Есть. Отбойник потихонечку сюда. И верхушка. Есть. Шайбочку. И гаечку. Из торца. Есть. Звездочка. Друзья. Одеваем. Звездочка. Шайбочку. Шайбочку. И закручиваем. Гаечку. Самый рецатор тоже. И все. Зажимаем до упора. И потом раскручиваем. Вот это обжимы. Каждый понемножку показываю. Приехали соленблоки, друзья. Это у нас передний ручек. Передний ручек. Передний ручек. Передний ручек. Задний. Код. И код. Левый, правый. Здесь нет. Все. Видите? Сейчас будем прессовать. Пойдем. Мольная вода обязательно, друзья. Это вам так кажется. Легко. Выходит легко. Но заходит очень тяжело. Смотрите. На резинку смазку не устрою. Лежа. Все. Есть. Насадка под ней. И... Пусть будет. Сайлентблок. Сайлентблок. Смазываем. Обязательно. А то не войдет. Друзья, без шутки очень тяжело захватить. Вы не думайте, это просто так. Чик. Сюда. И чик. Все. Постарайтесь ровно. Чтобы было ровно. Вот так. Вот так. И проверяйте. Посмотрите, везде заходите или нет. Если нет, не заставьте, порвете. Вот здесь не зашел. Допустим, сзади. Заходить спереди не хочет. Даем давлению. Даже иногда бывает рвет. Видите, эта часть не хочет зайти. Почему? Потому что... Не хочет. А что делать? Если что-то не хочет, мы его засунем. Еще даем давлению. Еще даем давлению. Пока держится. Не заходит пока, друзья. Если пресс отпушу, он выйдет отсюда из места. Вы думаете, она до хрена зашла? В самом деле нет еще. Даем. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Если полмиллиметра, а что-то неправильно, все хана. Сейчас пропушу чуть-чуть. Вот она поднимается. Но она вовшире пошла. Вот видите, в чем проблема. Вот и поднялся из места. Не хочет. Попробуем и второй раз. Пока она не войдет, нельзя зажмать. Поехали проверим еще раз. И смотрим. Ничего себе. Я в шоке, блин. Как так возможно вообще? Обычно летает. Что, саленблок неправильно отдали, что ли? Это вроде бы правильный. Не хочет идти, друзья. В чем проблема? Понятия не имею. Но здесь не хочет. Вот именно здесь. Еще попробуем. Вдруг проскачет. Ничего себе, блин. Кусок резинку. Ну, этот херня. Это, знаете, откуда? Вот эта верхняя часть. Скорость не гуляет, конечно. Какого-то хрена не хотела. Усилия большая. Вроде ровно ходит. Видите? Пускаю. Хочет вылезти. Поехали. Поехали. Далью. Все, уже пойдет. Все, толкались сюда, друзья. Сейчас что делаем? Убираем насадку. Вот видите, здесь эта часть пока не вышла. Если будете давить, это плохо будет. Сейчас втаскиваем и обратно его. Сейчас покажу вам, что надо делать. Эти целинблоки чуть-чуть издеваются, если честно. Вот берем отверточку. И заходим и поднимаем. По краям. Вот настолько жужжено. Чуть-чуть осталось. Кто занимался, знает. Кто не знает, на камеру все это легко. А в самом деле хрен. Вот, друзья, вытешил оттуда. Вот эта резинка. Вот кусок отсюда была. Вот по кругу. Вот отсюда. И устанавливаем сейчас его обратно. Берем насадку побольше. Вот сверху вот сюда. И ровняем его обратно. Тогда будет ровно двух сторон. Вот, друзья, все на месте. Все, смазка. И смазываем внутри. Она легко заходит. Здесь по барабану. Все. Устанавливаем. Устанавливаем, друзья. Вот этой частью. Вот это белое, видите, да? И сзади есть. Вот точно вот так должно попасть. Точно, чтобы балла. Туда и сюда не надо. Вот так ровно. Держим. И по камеру может по-другому показать. Ну, ровно. Вот так. Опачка. И поехали. И поехали. Мы на месте. Немножко смазываем здесь, друзья. И все. Здесь даже прессовать не надо. Вот так. И толкаем руками. Все, она должна зайти. Только точно. Вот так. И все. Задавливаете. Она должна зайти сама. Сюда молотком ничем не надо бить. Она должна легко зайти руками. Или ложите вниз. Давите под свой весом. Все. Легко заходит. Друзья. Вот эта подушка закручивается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шестнадцать, восемнадцать. Вот эта хрень. Раз, два, три пистончики такие заходят сюда, держит. И все снимаем. Конечно, надо подкорачивать. Вот этот хрень. Вот так. И снимем подушку, которую хозяин хотел менять. Она вроде не порванная, но говорит, дробежит, поменять. Вот. И все. Будем менять. Новый установим. Вот. Устанавливаем. Новый. Одной рукой тяжело, конечно. Только после установки болты смазывайте, друзья. Там ничего страшного в кузове, грубо говоря. Все равно надо смазать. Иногда бывает здесь скисайте и сорвете потом брызбу. Правая подушка закручивается. Раз, два, болты, три, четыре. И все. Одни, два, раз и два. Вот. За шлангами, друзья. Аккуратно подкорачивайте. Да, мужики. Закончил. Пока масло не соединил. Плюс фильтр тоже менял. Это другой раз. Масло заливал. Сейчас пускаем на колесо. Кое-что затягиваем. Наверху нельзя затягивать. Я машину пустил на колесо. Уже тогда уже можно вот это болты передний рычага переднего саленблока переднего рычага саленблока вот этот. Вот видите, да? Уже на колесо надо их затягивать. А то на месте закрутите, вывернет резину, порвет. Так что так, слава богу, все закончилось. Все как положено. Все на месте. Чики-пики все. Друзья, в ютубе raw.mechanic номер телефона, номер ватсапа. Извините, каждый по чуть-чуть показал. Если отдельное видео хотите, именно отдельное видео снимаю для вас. Всем до свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин